Узор семена вяза. Рассмотрим с вами прямые обратные ряды, как вязать этот узор, и вязание по кругу тоже с вами посмотрим. Узор из закрытых петель, очень красиво выглядит. Советую рассмотреть этот узор для вязания кардигана, шапки, на носки он тоже пригодится. Всем привет! Меня зовут Анастасия, и добро пожаловать на YouTube-канал Рукотворная Ру, который посвящен самым коротким и полезным мастер-классам по вязанию крючком и спицами. И здесь еще много информации на околовязальные темы. Я связала несколько образцов узора семена вяза, более фактурная пряжа, более мягкая и расслабленная, и здесь еще есть у меня образец при вязании по кругу, как выглядит этот узор. Все эти темы мы с вами разберем, посмотрим, как его вязать тем или иным способом, и здесь возможно использование два вида накидов, поэтому смотрите и делайте выводы, как лучше будет вам связать этот узор. В нем всего 4 ряда в рапорте, очень простой узор. С изнаночной стороны он больше всего напоминает изнаночную гладь. Здесь есть накиды в этом узоре, но они совершенно незаметны, то есть узор не ажурный. В этом и есть небольшой парадокс этого узора. Накиды есть, но ажурности нет. Узор доступен для начинающих, его очень-очень просто вязать и присоединяйтесь ко мне, вместе с вами его и свяжем. Я для эксперимента связала этот узор двумя видами пряжи. Одна более туго скрученная, здесь две нити и обе скручены. И вторая пряжа со слабой круткой, и они немного иначе выглядят. Все-таки более явный, мне кажется, эффект на таких пряжах с большей круткой. А этот вариант уже такой более расслабленный и аккуратный. Но можно вязать его и тем, и другим видом пряжи. Смотрите, какая у вас задача. Итак, число петель в этом узоре кратно 4, плюс 2 петли для симметрии и плюс еще 2 петли кромочные по краям, справа и слева. Я в данном случае не делала никаких манипуляций для того, чтобы край не закручивался внизу. И вы видите, этот узор предрасполагает к тому, чтобы скручиваться. Потому что в его основе, конечно, лежит лицевая гладь. Если вы его будете применять в каких-то изделиях, то это нужно, конечно, учитывать. Но это такая обычная особенность лицевой глади, и ничего с этим не сделаешь. Здесь наборный край у меня обычный стандартный длинный хвост. И вот так он и выглядит. Здесь всего 4 ряда в высоту в рапорте. Очень просто его вязать, справится даже начинающий. Причем здесь все лицевые ряды вяжутся лицевыми петлями. С первого ряда, с лицевого, мы с вами и начинаем. Итак, первый ряд, все петли лицевые. Я, конечно, отдельно всегда добавляю, что я вяжу петли восточным методом. Вы можете вязать, каким удобно для вас способом. Это на результат существенно не влияет. Конечно, большинство описаний сделаны под именно так называемые классические петли или западный метод. И я вам сегодня покажу небольшое различие между двумя видами накидов. Какие вы будете здесь использовать, какой у вас будет результат. Но, в принципе, это не особенно здесь большую роль играет. Можно накиды делать любым привычным для вас способом. Выбор остается за вами. Итак, готово. Кромочную я вяжу изнаночной петлей. И поворачиваем вязание на изнаночную сторону. И сейчас у нас с вами будет такая простая манипуляция. Вы ее очень легко освоите, если вы никогда так не делали. Кромочную я снимаю. Далее идет накид. Я его делаю от себя. Вот так, чтобы выглядела нить на спице. Так удобнее здесь будет делать закрытие петель. Итак, две изнаночные. И возвращаемся с вами к накиду. Вот он. Условно говоря, первая петля на спице. Нужно его подхватить и перенести над этими двумя петлями. Готово. Далее снова две изнаночные. И это и есть раппорт. И снова продолжаем. Накид. Две изнаночные. Подхватываем накид и проносим его над петлями, закрывая их. Готово. Снова две изнаночные. Раппорт здесь завершен. И снова покажу еще один раз, чтобы было понятно. Накид. Две изнаночные. Закрываем эти две изнаночные петли. И две изнаночные петли провязываем без усложнений. Готово. И так нужно вязать до окончания ряда. И ряд здесь завершается накидом, двумя изнаночными петлями. И накид закрываем. Пронося его над двумя петлями на спицы. Готово. И кромочная изнаночная петля. Изнаночный ряд готов. И сейчас мы с вами вяжем третий лицевой ряд. Это у нас все петли лицевые. Кромочную я сняла. И далее лицевые петли. Далее завершаем лицевой ряд. Кромочная петля. Изнаночная. Поворачиваем вязание на изнаночный ряд. И здесь начинается четвертый, заключительный ряд в рапорте. Кромочную петлю снимаю. Две изнаночные петли. Накид. Еще две изнаночные петли. И накид закрываем, пронося его над двумя вот этими петлями. Готово. Вот раппорт здесь завершен. Еще раз посмотрим раппорт. Две изнаночные петли. Накид. Две изнаночные. И закрыть накид над двумя изнаночными петлями. Готово. И так далее. Это я уже провяжу за кадром. Ряд завершается двумя изнаночными петлями. И далее кромочные. И так вот таким быстрым способом я с вами сейчас связала 4 ряда в рапорте высоту. Вот эти закрытые петли здесь идут в шахматном порядке. Очень просто его посчитать, очень просто вязать. И совершенно логичный узор, где очень сложно запутаться и что-то связать не так. И сейчас давайте посмотрим, как вязать этот узор по кругу. Вот так выглядит узор, который я связала по кругу. При поворотных рядах все-таки петли выглядят немного иным образом. Здесь я специально не стала прятать край нити на стыке кругового вязания, чтобы точно понимать, где у меня окончание ряда. Условно говоря, окончание. И так, здесь все ряды лицевые. То есть изнаночных петель мы с вами не провязываем. На изнаночную сторону мы не переводим вязание. Это отчасти облегчает нам с вами задачу. Количество петель при вязании круговыми рядами кратно 4. Петли для симметрии здесь добавлять не нужно. Естественно, здесь никаких кромочных нет при вязании по кругу. Так что вот узор очень просто рассчитать. Количество петель делится на 4. Ну, я добавляю одну петлю для того, чтобы соединить вязание в круг. Это уже смотрите по вашему усмотрению. Смотря как вы вяжете и каким способом соединяете вязание в круг. Итак, представим с вами вместе, что мы с вами уже первый ряд лицевой провязали. Что же у нас дальше? Вяжем с вами второй ряд. Делаем накид. 2 лицевые петли. Накид я делаю движением к себе. Здесь, мне кажется, он получается более таким структурированным. Но вы можете сами попробовать и таким, и таким способом. Закрываю этот накид, пронося его над двумя лицевыми петлями. Далее 2 лицевые. Это и есть раппорт узора. Дальше давайте еще раз вяжем один с вами. Накид движением к себе. 2 лицевые. Закрываем с вами накид. Готово. И снова 2 лицевые петли. Готово. Это и есть раппорт. Сейчас довяжу весь круговой ряд и вернусь к вам. Так, следующий ряд. Все петли лицевые. Это третий ряд. И здесь описание совпадает с вязанием прямыми и обратными рядами. Снова напоминаю, да, что я вяжу восточным методом. И видео об этом, наверное, я оставлю в ссылке, может быть, в первом закрепленном комментарии. Ну, а сейчас я довяжу этот круговой ряд лицевой и вернусь к вам, чтобы показать, как вязать уже четвертый ряд. Итак, четвертый ряд, завершающий в раппорте. Начинаем уже с 2 лицевых петель. Итак, 2 лицевые. Далее накид. Снова 2 лицевые. И нужно закрыть накид над двумя петлями. Готово. Это и есть раппорт. И снова повторяем. Две лицевые. Накид. Две лицевые. И закрываем с вами накид над двумя лицевыми петлями. Готово. Единственная сложность в этом узоре, действительно, это вот выполнить вот эти закрытые петли, накиды. Но если вы вяжете очень-очень плотно, вам будет это сложно сделать. Поэтому старайтесь немного свободнее делать накиды и все получится. Я движу ряд по кругу до окончания и уже покажу вам результат. Итак, мы с вами связали 4 ряда в раппорте этого узора. И сейчас я вам расскажу про небольшие хитрости, которые я использовала при вязании этого узора по кругу. Вот эти первые 3 сегмента с накидами я вязала способом, когда накид делаешь от себя. Последующий я вязала способом накид к себе. Единственное, что могу сказать, что все-таки накид от себя удобнее делать именно закрытые петли. Но поначалу мне показалось, что накид к себе, он делает более плотным этот узор. Хотя вот сейчас, так вот смотря, мне кажется, вообще никаких различий здесь нет. Поэтому, как вязать накид, скорее всего, особой разницы здесь нет. Единственное, что действительно, именно при вязании по кругу узор немного по-другому выглядит. Но если вы вяжете что-то однотонное, например, это носки по кругу, мне кажется, вот такой узор имеет право на существование. Все равно это классный узор. Мне он очень понравился. Мне в последнее время очень нравятся вот такие способы вязать узоры именно с закрытыми петлями. Это немного делает более плотным полотно и выглядит хотя бы как-то оригинально. Чуть-чуть иначе, чем мы с вами привыкли. Это уже не простая лицевая гладь, это какое-то такое разнообразие и позволяет расширить спектр навыков, которые вы сами можете выполнить. Узор простой, его может выполнить даже начинающий, поэтому рекомендую. Итак, мы с вами посмотрели, как вязать этот узор прямыми обратными рядами, посмотрели, как вязать его по кругу. Очень надеюсь, что это видео было вам полезно. Если это так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик к себе, делитесь им в социальных сетях, подписывайтесь, присоединяйтесь к разговору, пишите комментарии, какие бы вы узоры хотели еще рассмотреть, разобрать подробно по кругу, как их вязать или прямыми и обратными рядами. Пишите комментарии, я всем вам очень рада. Желаю всем побольше вдохновения, удачи в вязании и пока! До встречи в новых видео!